Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, милостердный Создатель! Кроме Тебя нету нового Бога, что любящего Создание Своё. Умоляю Тебя, Господи, коснись сердца многих людей, дабы уверовали, что Сын Божий Христос был распят за наши грехи. И веруя во имя Его, получат жизнь вечную, а неверующая не получат. Только озеро огненное, кипящее серое, где плащ искрежет зубов, потому что Господь Христос пришёл, чтобы избавить нас от греха. Он умер за нас. И крест животворящий, виден повсюду. Сила Креста в том, что демоны падают и замолкают. Спаси нас, Христе Божий наш! Коснись сердца правителей, найди их, обрати. Коснись сердце Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Эрдогена, Амана. Сохрани их от покушения на них, дабы издавали мудрые законы, дабы человек мог достойно зарабатывать и жить, дабы было ещё уделять нуждающимся. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! У вас вопрос какой-то есть? Нет? Нет. Нет ещё, да? А вы в церковь ходите? Я в Русскую не хожу. А у вас православная церковь-то есть там? Да. А вы знаете, что сейчас перед Пасхой 7 недель пост? Ещё раз. Перед Пасхой, вот Пасха когда она ещё будет, а перед ней 7 недель ни мяса, ни молоко, ни яйца не едят. Вы это знаете? Нет. Называется пост. А вы в церковь сходите, там есть календарик, там можно совсем дёшево взять и будете знать пост, соблюдать. Это для здоровья полезно, для души спокойно. Так всегда жили русские люди и в древности, исполняли заповеди Божьи. А если просто поел, сходил, поел, лёг спать, какая жизнь? Это не жизнь. Это даже животное больше делает, чем мы. А когда человек верит в Бога, молится, смиряется, всё по-другому выглядит. Господь близок к сокрушенным сердцам. Сегодня люди любят, чтобы какие-то комедии были, смеяться. А в Библии написано, блаженны плащущие, ибо они утешатся. И горе смеющимся ныне, ибо вас плащите и возрыдаете, говорит Господь, а бедствия, какие находят на Вселенную. Мы стоим перед великими страшными испытаниями. Третья мировая война совсем рядом где-то. И будет уничтожено 2,5 миллиарда человек. Не миллион, а миллиарда. Третья часть человечества. Так написано в Святой Библии. И поэтому человек должен приготовиться. Я отошёлся. Извините, пожалуйста. Господи, слава Тебе. Милости Твоей полна земля, Господь. Мы во имя Твое Святое находимся здесь, чтобы люди могли найти Тебя, Господи. Ибо великое бедствие ждёт людей, не знающих Тебя. Ты, Христос, истинный Бог наш. Мы благодарим Тебя, Владыка. Спаси нас и помилуй. Спаси, Господи, и сохрани. Защити и пили на ивесту Твою. Аллилуйя. Спаси нас, Христе Боже наш. Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом им Господу возвал я. Голосом им Господу помолился. Излил перед ним моление моё. Печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признаёт меня. Не стало для меня убежище. Никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты, прибежище моё, и честь моя на земле живых. Счасть! Внимли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твоё. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяния. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебя, милосердный Создатель, Господь и Бог! Ты послал Слово Твоё на землю, чтобы оно обличило людей и наставило на путь истинный. Ты сказал, что Слово Твоё будет судить людей в последний день, после воскресения из мертвых. Господи, садилай, чтобы в каждом доме было Святое Евангелие, Святая Библия, чтобы люди могли познавать волю Твою Святую. Господь наш, хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Слава Тебе, наш Иисус! Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытилась и нас земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия. Но, якобы посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дай я им, приди к нам и спаси нас. Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Господь и Бог наш, на милость Твою уповаем. Ты великий дивин, откройся этим людям, да они познали Тебя, единого вечного Бога. Спаси всех от преисподних мест земли, дабы верили в Тебя, умершего за наши грехи, спасителя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь! Великие дивные дела Твои, Господи! Мы благодарим и славим Твое Всесвятое Имя, ибо Ты достоин всяческого прославления, наш Спаситель. Как мало людей, желающих познать волю Твою Святую! Коснись их сердец, обрати, наставь! Хвала Тебя, наш Спаситель! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную! Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Господь и Бог наш! Слава Тебе! Как враг издевается над людьми! Люди представляют себя святыми, до согрешения раздетыми, когда Господь еще не дал им одеяния! Боже мой, хвала Тебе! Истина Твоя велика! Ты единый вечный Спаситель! При Тобой преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних! Аллилуйя! Помилуй и пощади народ Твой, Господи! Как сатана издевается! Раздел людей! Как будто в бане все! Пощади наследие Твое! Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Спаситель! Кто поверил слышенному от нас? И кому открылась мышца Господня? Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе! Подряд все голые, как в бане! Прости, Господи, и помилуй! Великий Господь и достохвален! Человек, не знающий Бога, подобен скотам бессмысленным, раздетые, блудодействующие! Творят бессмысленные дела! Откроем, Господи, истину Твою! Мы пришли в это место мрака и проклятия! Откроем истину Твою, Господи, что Ты умер за них, Христос! И даруешь спасение! Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем! Защити наследие Твое, Господи, и возвысь святую православную церковь, дабы священство было нестребролюбивое, не искажали таинства, не было симонии, дабы своим поведением не отталкивали народ от Тебя, от Церкви Христовой. Будь милостью, благослови патриарха и епископов, священников и пасту, и даруй всем духовное рождение свыше, и водительство Духом Твоим святым! Благодарю Тебя, мой Господь! Слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! У вас вопросы? Я как православный, и вы православный, это, можно, конец света будет вообще или нет? Да, будет обязательно. Будет, да? Да. А когда не сказано, да? Ни один человек на земле не знает, ни ангела, никто не знает. Но только события, какие перед этим будут, уже рядом. Вот это сейчас начинается между Пакистаном и Индией, сейчас там самолеты сбивают друг друга, война началась. Но все события будут сконцентрированы в Израиле. Будет война, и погибнет 2,5 миллиарда человек в огне, миллиарда. И после этого воцарится один царь будет, над всей землей евреи. Столица мира всего будет Иерусалим. И он будет выдавать себя не за вождя, а за Бога, как Бог. И царствовать он будет 3,5 года. Этого ничего нет, а церковь уже знает, Христос открыл эту тайну. Потому что я читал Библию, я очень много начитан, и храмы посещаю все. Вот. Сосед надо мной смеется, говорит, что не будет этого ничего туда-сюда. Как не будет? Господь сказал, и не будет. Какая же вера-то? Господь сказал, будет. Он послал Слово свое, и оно исполнит, на что он послал, с какой целью. Вы священник, да? Я не священник, брат у меня священник. Понял, понял. Такой счет, даже не знаю, как задать. Сейчас родительская суббота будет скоро. У нас перед Пасхой 7 недель поста. Вы будете поститься? Буду. А вы знаете, что в пост нельзя есть мясо, молочное, яйца? Да. Это на пользу для человека. Лишний вес уйдет. А кроме того, смиряет душу. А что, сэкономили подать нуждающимся? Я сэкономил на диете сижу. Вот, я не кушаю, ну, я спрямо булочки ел, а потом перестал, вроде. Ну, перестал кушать. Вот. Сейчас сижу на диете, вот. А у вас дома Евангелие-то есть? Есть. Ну, вот вы там считаете, там написано. Изгорит земля и все дела на ней. Прямо апостол Петр говорит об этом в послании. Из стихии, разгоревшись, разрушатся. В оригинале стоит первоначальные пылинки вселенной распадутся. То есть, это ядерная реакция. Понял. Не, я читал вот Евангелие, да, Евангелие. И там последняя книга Библии, Откровение. Да. Как понять вот это вот? Я даже сам еще не понял. Ну, вот у меня... У меня вышли из печати 38 книг, и три из них посвященные Новому Завету. Как святые отцы истолковали. Это впервые за мировую историю вышли книги с откровением. На откровение толкование 430 страниц с иллюстрациями. Что они означают? Какой образ имеет? Какая аллегория? Какой перенос? Все объяснено. Ну, вот дракон, что он означает? Вот большой красный дракон, вот, летит, который хочет съесть жену, там, облеченный в солнце. Это дьявол, дьявол гонится за церковью, преследует верующих. Дьявол, дракон древний, он змей называется, дракон. Он подполз к Еве и говорит, съешь, не умрешь. И мы все согрешили теперь в этом. Мы дети Адама и Евы. По-человечески, ну а что особенного сделали? Ну, уже из-за этого согрешения умерло больше ста миллиардов человек. Мы все смертные. А Христос дарует спасение даром. Верующий в Сына Божий, имей жизнь вечную. Понятно. Я постоянно, постоянно, когда молюсь, стою, молюсь. Понятно. А почему у вас не икона, а не какие-то картины только? А, это картина. Икона у нас в большой комнате там висят. Ну, понятно. Вот. А здесь просто, ну, для красоты просто повесил так. А в Азовский вот, например, вот 9-й вал как вот. Апостол Павел говорит, если вы верующие, поэтому бегите, как на ресталище, на стадионе. Многие бегут, но награду получает один. Итак, бегите, чтобы получить. Не просто я верю, а необходимы дела милосердия. Быть внимательным ко всему. Спешить на помощь нуждающимся. Любить Бога всем сердцем. Мы должны быть совершенно другие. Вот зачем вы, вы же, вам сколько лет-то уже? 36. 36. А мне сколько? Ну, ну, на лет, я не знаю, на лет 60, наверное. 80. 80. Так я прошел сколько в жизни своей, за слово Божие, меня сажали не один раз? Сколько меня мучили, терзали. И, видите как, если мы верим в Бога, значит, мы должны знать его заповеди, строжайше выполнять, как Бог заповедовал. Главное заповедь любви. Любовь. Вот мы возили книги, у меня 38 книг вышли из печати моих. Мы в одно место приехали, муж, библиотекарша спрашивает, а чего вы привезли? Мы говорим, книги вот, я дарю библиотеке. Ты автоматы вези нам, эту власть свергать надо. Я говорю, нет, мы автоматы не привозим. Вот у нас отец пришел с фронта, у него так, руки не было, под плечо. Маленькая культяпочка была. И в семье у нас было 10 ребятишек. 10. И мы ни разу не слышали, чтобы родители ругали власть. Жили бедно-бедно, и ни одного больного ребенка нету. Вот как Господь устроил. А вы бреетесь зачем? Маленькая заставляет. Нет. Это мужики подкаблучники, женщин слушают. Мужчина, это его, говорит, энергия, его красота, его послушание. Вы даже на вождей марксизма посмотрите, какой Фридрих Энгельс сидит, какая у него бородища. У Карла Маркса поменьше. У Ульянова клинышек, у Сталина одни усы, а у Хрящевой на голове нету. Я только одни усы отращиваю. Нет. Бог создал бороду. Когда над слугами Давида насмеялись, полбороды остригли. Он их не запустил в Иерусалим, а говорит, идите в город проклятье, Ирихон там живите. Это серьезное дело, не просто так. Вот пройдите иконы, посмотрите, вы бритых ни одного не найдете. Ну это да, но она мне как-то не идет. Вы судите, не идет. А вы видели таких людей, которые рождаются, у него ноги, руки нету, а у вас две руки и две ноги. Это Бог творит так. Бог дал, а мне не нравится, да ты не имеешь права это говорить. Конечно, хорошо был третий глаз на лбу, сейчас бы я дальше видел, но Бог не дал. Мы же согласились, что у нас есть нос и все остальное. А почему против бороды такая война объявлена? Я, наверное, говорю, не трогаю. А вы посмотрите, адмирал Макаров как выглядит, Достоевский, Лев Толстой, посмотрите на них. Как Фидель Кастер приезжал, помните? Да, понятно. Он не смотрел ни на что с бородой и красиво. Мужчина намного красивее выглядит, когда с бородою. А то любая женщина понимает, что это скала. А эти-то подкаблучники, две женщины в доме, это бритые скоблицы, скоблются каждый день. Не надо это делать. Если вы православный, этого делать нельзя. Лучше отрастить тогда. Вы выброси бритвы выброси сегодня. Помолитесь и скажи, Господи, помоги мне избавиться от этого ненужного орудия, которое ваш рик делает другим, непохожим на тот, который Бог дал. Понял. Обязательно, даже вы так понимаете, Христос с бородой, Христос с бородой, пророки с бородами, апостолы с бородами, а ты кто такой? Все святые. Ян Кронштадтский. Даже дед мой говорил, он тоже с бородой был, он говорит, даже мусульмане тоже с бородой ходят. Ну, они усы бреют, они нам не пример. А вот евреи не бреют ни усы, ни бороды, которые верующие там. Понял. Ну, вот один раз услышали, уже мы не зря с вами встретились. Вот, вы знаете, когда пост будет, строго соблюдайте, никого не слушайте. Это для здоровья, лишний вес уйдет, он не нужен. Понял. А книги вот тут? И хотите, я вам скажу, сколько у вас лишних килограмм? С какой рост у вас? Рост какой? Рост 70 с лишним, по-моему. 73, да? А с какой вес? А вес, я даже не знаю, около 100, наверное. Около 100, это означает у вас 73, 27, да и 5, почти 28 килограмм лишнего веса. А это сердце больное, рано умрете, ты прижми ее. Тело, конечно, будет против, оно будет по-свиняще визжать, а ты скажи, врешь, обманщица, можешь. И вот поэтому как раз, чтоб мне это самое не набирать. Ну это, представь себе, два полных ведра воды каждый день. Ложишься спать, они на тебе лежат, у тебя и сон такой дурной. Потому что ты задыхаешься уже. А у меня три голубятни, я голубям лажу, на велосипеде гоняю. Нет, я говорю, спорт какой-то должен быть, наверное. Ну нет, просто так, отдались от пищи-то. Через день по одному сухарю, кружку компота выпей, больше ничего не бери. А тут мне сказали, уже врачи говорят, если будешь много есть, ты говоришь, сердце жиром, говорит, отца. Да, 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 да. Ну вот представьте себе, любой если на нас посмотрит, мы сейчас по улице пойдем, вы за мной не угонитесь. А вы моложе меня намного. Надо делать для Бога все. А куда я жирный, как тюлень? Никуда. Ты будь бодрый все время, спеши на помощь ближнему. Вот так. Если вам нужно узнать о нас больше, вы зайдите в Ютубе, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете». «Во свете Библии». Да, и моя фамилия Игнатий Лапкин. Зарядите. У нас там 14 тысяч роликов. Геннадий? Игнатий, Игнатий, И. А, Игнатий. Да, Игнатий Лапкин. Вот запиши, зайдите. А если к этим словам Игнатий Лапкин добавите сайт, зайдете на сайт, там книги мои вы посмотрите, как мы деревню православную строим с нуля. Вам будет очень интересно. Хорошо. Ну, с Богом пока. Спасибо. Аллилуйя. Игнатий. Продолжение следует...